Ваш ребенок увлекается динозаврами? Тогда курс паркерского периода именно для вас! За 8 интереснейших занятий мы поговорим о том, кто они вообще такие, откуда появились, обсудим самых интересных представителей хищных и травоядных динозавров, узнаем, как рождались маленькие динозаврики и как они вырастали в больших ящерах, обсудим летающих ящеров, водных ящеров, а также обсудим некоторые тайны, которые не обсуждаются во многих энциклопедиях. Например, узнаем, правда ли, что тираннозавр был пернатым, а также обсудим, насколько правдива теория о том, что причиной вымирания динозавров являются наши далекие-далекие предки. Дорогие ребята, вот пришла пора поговорить о хищных динозаврах. Вся группа динозавров разделяется палеонтологами на две крупных ветви – птицетазовых и ящеротазовых. И вторая половина ящеротазовых динозавров – это хищные динозавры. Есть мелкие, размером с белку, размером с ворону, и таких очень много, но по мере того, как чужие детеныши начнут подрастать, если ты мелкий хищник, тебе, конечно, придется от них отказаться, но ничего страшного, зато эта самая эстафета, кого бы съесть, перейдет к динозаврам средненького роста. Динозаврам среднего роста будут чужие подросшие детеныши. Сегодня мы поговорим о такой теме, как травоядные динозавры. Это очень интересная тема, поскольку, казалось бы, такие милые простые животные щиплют травку, никого не обижают, но на самом деле они были очень опасны. Ну, по крайней мере, некоторые из них. Итак, первый и, наверное, один из наиболее известных динозавров – это диплодок. Диплодок – это для нашей динозавр, и жил он как раз в югорском периоде, в том самом известном, в среднем периоде. И это было очень длинное животное, размером примерно 25 метров. Метр – это примерно один большой шаг. То есть вы можете пройти по комнате 25 больших шагов, ну, или по улице, и представить, какой примерно был диплодок. Ну, а кроме лекции вас ждут видеозагадки, которые мы сняли специально для вас в Динопарке и в Палеонтологическом музее в Москве. Ну, и, конечно, смотреть все это приятно не только одному ребенку, но и всей семьей. Так что приходите, мы вас ждем.